За три года в республике открыли 32 молочно-товарные фермы. Почти половина из них приходится на Североказахстанскую область. В этом году в регионе строится еще 16 таких же комплексов. Один из них возводится в селе Киалы Акаинского района. Стоимость проекта 3,5 миллиарда тенге. На каком этапе строительства находится ферма и когда запустят объект, узнавала моя коллега Гюзель Закария. С высоты птичьего полета видно, как на участке идут земляные работы. Через полтора года на этом месте площадью в 20 гектаров развернется современная молочно-товарная ферма. Используют в ее постройке соответствующие материалы, которые заводят из соседних регионов. Композитная арматура для наливных полов и стен селостных траншей. Фундаментные блоки траншей выкопаны. Армировка. Все согласно проектной документации, все согласно графику. На объекте трудятся 18 человек, задействовано 9 единиц техники. По словам строителей, к октябрю они уже приступят к монтажу металлоконструкций. До конца года планируется закончить часть работ. Будут готовы несколько коровников, родильное и доильное отделение, а также силостные траншеи. В данный момент идет разработка грунта, снятие плодородно-растительного слоя. Техника работает, люди привлечены, финансирование идет. Сейчас уже мы подошли к тому моменту, когда мы готовы к заливке бетона. По проекту ферма рассчитана на 630 голов крупного рогатого скота. В планах у товарищества закупить буренок голштинской породы из Германии или Украины. Для автоматизации производства на закуп зарубежного оборудования товариству необходимо 300 миллионов тенге. Поможет областной Акимат. Планируем где-то по 25 литров в сутки пока на первое время, а в дальнейшем по 30 будем получать на голову. Это где-то в среднем будет выходить 15 тонн 500 литров в день, по-моему. Так входит. Но молоко будет реализовываться, мол, сервис. По словам фермера, это хозяйство нужно начинать с кормовой базы, ведь немаловажный фактор содержания коров – питание. Поэтому в проекте предусмотрены силостные траншеи. Они позволят не потерять питательные вещества кормов на долгое время. В первую очередь мы сейчас кормовую базу создаем на будущий год, чтобы у нас в запасе было уже что-то, чем было кормить. Кукурузу посеяли, сорга такой посеяли, тоже носилась. Суданку, вот кормовая база на будущий год, думаю, будет обеспечена уже. Легче будет нам уже. Бегать не надо будет. Когда вырастет, не лезет, уже корма будет, как сколько придет. Строительные работы прервутся на зиму и возобновятся весной 2022-го. Начнутся строительство телятника и комбикормового завода. К концу следующего года объект будет полностью готов к запуску и откроет свои двери для 30 специалистов животноводческого сектора. Гизель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК.